О том, что происходит в социальных сетях Ноябрьска и не только, расскажу прямо сейчас. То, что вы увидели, называется мем. И по традиции, коротко о погоде. В Ноябрьске мокро и мрачновато, но жители счастливы, потому что живут на юге Ямала, а все остальные города нам завидуют. На тебя видеоотчет моего ужасного отдыха. Жара плюс 30. Невозможно ходить по песку. Сейчас в 6 часов вечера, наконец-то песок остыл. Конечно, в Ноябрьске роднее, лучше, теплее. Я имею в виду решение теплее. Хочется обратно, надоело этот шумбол. И правильно, возвращайтесь скорее из своих отпусков, а то не успеете насладиться свежестью нефтяной столицы. Зависть – это плохо. Зависть – это плохо. Зато здесь лучше, чем за полярным кругом. Где же, где же лето? Я к тебе бегу. Вы держитесь там, северные друзья. Лето скоро. Да, лето, лето. Скоро лето. Еще осталось бы там 6 дней, да? Вот. Едем. Гони, гони, быстрей, быстрей! На самом деле, уренгойцы давно привыкли к такой погоде. Никто бы и не возмущался, только вчера был последний звонок. И это явно подпортило планы выпускников. Последний звонок. Идет свежий снег. Належатся гробы. Бедные школьники. В этом году им не очень повезло. На самом деле, поскольку на Ямале живут лишь неприлично богатые люди, они смогли сами подогнать погодные условия под свои желания. Просто родители скинулись на мороз и снегопад, чтобы дети точно вели себя прилично в тот самый день. Отдохнули, порадовались, попрощались со школой. Этого недостаточно. А как же любимые места в городе? Вот как раз хлеб дома закончился. Покупи миленьку хлеба. Хорошо. Сейчас хлебим. О, боже. Сейчас, сейчас, сейчас. На. Ладно, я пошел. К сожалению, не только суровая погода испортила планы выпускников на жизнь. Тут и без нее разрушены мечты о первой машине. Компания «Лада» решила больше не выпускать «Приоры». На новость моментально отреагировали на Северном Кавказе. Впервые хотелось бы начать с очень печальной новости. На 12-м году жизни от нас ушла «Лада Приора». Сложно сдерживать эмоции, ведь я ее помню вот таким. Ну, когда Абакар впервые порезал на ней пружины и занизил ее. Нас с ней столько всего связывало. Бывает, сядешь внутрь, закроешь окна, и на секунду ощущение, что ослеп. Но потом вспоминаешь, вчера же тонировку ставил, поэтому нормально. Все! Больше никакой не баклажан. А где же теперь девушки будут видео-селфи делать? С такими губами. А что ты привычковал с губы сразу? Как надо? Так? Ты мерзишь? Ты реально мерзишь, ты прям. И все-таки выпускники «Ямала» в этом году очень находчивые. Геометрия научила их грамотно размещаться в пространстве. И теперь, даже если приоры нет, величайшие знания остались. Так что подойдет и какая-нибудь иномарка. Это, ребята, проходит экспресс-курс по жизни в общаге. Грамотно размещаться в пространстве – это, конечно, великолепный навык. Главное – не переборщить с порабощением, а то получится, как у этого парня. Широк вы на широкое делаете. Примерно то же самое сейчас происходит с мозгом выпускников, которые пытаются за несколько недель до экзамена затолкать в себя знания 11-летней школьной программы. Самое интересное, что, вероятнее всего, у них это получится. Плачут мамы, плачут девочки с бантами. И даже некоторые парни делают вид, что просто осколок льда надуло ветром прямо в глаз. В голове проносится вся жизнь. И это не уроки. Осталась финальная серия про апокалипсис на экзамене. А поскольку главные герои всегда выживают, будь уверен, в следующем сезоне сценаристы тебя приятно удивят. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.